Девушки отдыхают ВЛ-60К-157 Первый электровоз, который поступил в депо к горьке сортировочной Стало быть легенда Но кто мог предположить, что спустя годы он окажется вовсе не в России, а в Узбекистане, славном городе Ташкенте Совсем скоро мы посетим этот весьма необычный электровоз Изучим его со всех сторон и, конечно, чекнем кабины машиниста Поэтому прямо сейчас ставьте лайки, проверьте подписку на канал Та-рам! Вот она, ошалеть! В правильном зеленом окрасе, увы, без сигнальных полос Мы сразу же предположили, что номер не родной, тем более, что буквы на нем сдвинуты максимально влево Однако, на фото от 1989 года в Ташкенте, незадолго до открытия этого музея, уже номерная табличка была именно такой Мы не успокоились и сравнили таблички у других машин И, о чудо! У других в L60 есть такой же сбег влево Например, вот Ну да ладно Гляньте лучше, какие лютые фонари на первой кабине! Чистый термояд! Как рассказали местные ребята, Каба пережила возгорание, что косвенно подтверждает деформации металла и неродные стекла Не стоковые уплотнители, как минимум Может, поэтому буферные фонари и были сняты? Ну, также в силу деформации Но что же взамен? Плафоны освещения кузова! Ммм... Выглядит в высшей степени кринжово Зато сохранился оригинальный герб и заводская табличка, увы, практически нечитаемая Нам очень повезло, что удалось попасть в кабину, ибо до недавнего времени все экспонаты были закрыты Пора переместиться внутрь, прямое включение Итак, ребята, впервые мы внутри шестидесяточки, сто пятьдесят седьмой И вот сейчас мы посмотрим Вот сразу обращаю внимание, видите, в коридор И здесь нет прохода, и здесь нет прохода Вот тут частично элементы рамы остались Здесь вот фундаментные болты были Сюда крепились вентиляторы, там компрессор, все такое И вот он контроллер машинистый Ну, идея, по крайней мере, пульт оригинальный, ничего не скажешь Скоростей меры, правда, нету Зато сидухи оригинальны Тут протирать бы надо Блокировка тормозов, он частичный Здесь нету ковида освещения Зато контроллер машинистый, ну, как сделали Взяли шестеренчику, наварили эту шайбочку Изолятор от шины И он теперь крутится Как крутится это Ну, ладно, пофигу Видишь, 223 есть 224 нет выключателя Частично Но зато приборы Видишь, вольтметр сети, как полагается Четыре манометра, правильные Напруга, ток, ток, ток А здесь должен быть указатель позиции А тут, видишь, ток поставил, как и ламперметр Сигнали лампы все сняты АК-11Б нету Зато ручник оригинальный У помощника Правда, уже не щелкает Видишь, просто наварили Ну, хоть так, и то молодцы Доступ электровод теперь есть Пульта, правда, у помощника Приборов, наверное, нету на пульте Зато, видишь, открывается полноценно На окно Плитка Вот здесь была когда-то Ну что, вот такой он Электровод серии ВЛ-60 А вот первая кабина Та самая, которая горела когда-то Очень опрятно, чистенько Даже сохранились токовые киломперметры И указатель сети Однако, контроллер машиниста Здесь выглядит еще более эксцентрично Эдакая башенка А-ля китайская пагода Электровозу очень не повезло Что в 90-х он попал В хищные лапы охотников за ломом На локомотиве отсутствуют Приемные катушки L-CN Мопы Частично КЗП Полоза токоприемников Даже поручни на торцах срезаны Несмотря на это, мы очень довольны Что смогли увидеть и прикоснуться К этой прекрасной машине А тем более побывать в кабах Видно, что сейчас Электровоз обретает вторую молодость Как, впрочем, и весь музей Немного вложений И чутка знаний от грамотных людей И этот экспонат станет просто топчиком Пожелаем музею процветания Друзья, товарищи Это уже второй ролик Из так называемого Ташкентского цикла В первом мы побывали В совершенно уникальном вагоне С куполом для борзения Сейчас появится ссылка на экране Скажите, как вам наши ташкентские пограждения? Хотите ли увидеть еще локомотивы Этого удивительного музея? Напишите в комментах, пожалуйста Надеемся, вам было так же интересно, как и нам Оценивайте этот ролик Черканите коммент, прям не знаю Всем спасибо за просмотр Всем удачи и До новых видео! Субтитры сделал DimaTorzok